Региональный проект «Молодежная команда губернатора-2016» представлен в Новошахтинске. Вот какие бы проекты мы ни проводили в городе, это и «Лидер года», «Доброволец года», другие наши проекты и мероприятия, очень приятно видеть вас. И видеть вас действительно небезразличными людьми, уже сегодня заявляющими о себе и о своем желании улучшить жизнь, начиная мы с малого, с нашего города, который, надо признать, развивается. Я желаю вам успехов всегда и во всем, но сегодня не забываем о том, что у нас важные мероприятия, к нам приехали гости, я желаю успехов в сегодняшней работе на этом очень важном для нас мероприятии, тем более не первый раз оно в городе уже проходит и всегда нужно отметить успешно. Этот проект очень хорошая традиция для нашего города. С каждым годом, приходя сюда и участвуя в этом проекте, я вижу, как он растет, он становится более интереснее, он становится эффективнее, и ваши тренеры становятся более профессиональными. А все идеи, которые вы сегодня выскажете, они, знаете, как такое что-то новое зерно, новый взгляд на все то, что мы воспринимаем как обычно. В ваших идеях чувствуется искреннее желание повлиять на жизнь нашего города. И более, наверное, всего скажу даже на жизнь Ростовской области. Известная поэтесса Малина Цветаева когда-то сказала, быть современником значит творить свое время. Я вам желаю сегодня и всегда творить, дерзать и созидать на благо нашего с вами родного города и на благо Донского края. Молодежная команда губернатора – это не какой-то конкретный коллектив, это вся молодежь Ростовской области, которая неравнодушна к проблемам своего города и своего Донского края. Те, кто сидит и ноет, что все плохо, но ничего не хочет предпринять сам, в эту команду не входит. А вот эти ребята, которые заинтересовались региональным проектом, наверняка смогут многое, тем более, что всему этому их научат. Одна из наших целей еще сегодня – научить вас презентовать проекты. Есть социальная цель, да, моя личная – это сделать так, чтобы вот конкретно в городе Новошахтинске появилось больше активной молодежи, которая будет уметь разговаривать. Ну вот кто владеет информацией, тот владеет миром, да, есть такая история. Кто ее слышал хоть раз? Да все слышали, быть не может, все знают. Вот, согласно с утверждением, кто умеет разговаривать, тот как бы владеет в принципе информацией и еще может повести за собой людей и еще может быть в перспективе сделать и не только свой бизнес, да, но еще успешную, хорошую жизнь и только для себя, но и для окружающих. Ну, молодежная команда «Губернатор» – это областной образовательный проект, который проходит каждый год. Каждый год в муниципальное образование нашей области выезжают тренеры и проводят различные мастер-классы, тренинги для ребят. В первую очередь это дает ребятам возможность научиться правильно составлять проекты, правильно их презентовать и добиться тех результатов, которые они изначально для себя поставили, тех задач, тех целей. Благодаря проекту «Молодежная команда губернатора» талантливые ребята смогут узнать, как превратить свои идеи в готовый продукт, найти единомышленников и получить необходимые знания, чтобы развивать родной край и в дальнейшем достойно представлять нашу страну. Благодаря этому обучению ребята стали инициативнее, активнее, они стали больше предлагать своих проектов, своих идей, они стали чаще участвовать в наших конкурсах, таких как «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления». Ребята не безразличны к городу, они предлагают свои какие-либо проекты по улучшению экологической ситуации, по улучшению социальных каких-либо вопросов, и им это нравится, потому что они видят результаты своей работы, что они это придумали, они над этим поработали, и у них получилось это реализовать и создать. Участники «Молодежной команды губернатора» в этот день были не просто слушателями, они приняли участие в тренинговой программе, включающей деловые игры и мастер-классы. Так ребята получают практические навыки по презентации и реализации социальных проектов.